Рико пытается протиснуться в лабиринт свой, поэтому у Джека есть свои апартаменты. Летом у Рико есть другой домик, такой настоящий домик с когтеточкой, и летом они вместе там проводили сиесту, спали в два часа, как принято у испанцев, они обедают и ложатся отдыхать. Вот и наш кот тоже, он же у нас чистокровный испанец, поэтому, видать, это у них в крови с самого детства. Покушал и шел отдыхать в свой домик, в свою будку, как мы называем. А так как Джек у нас был манюсенький, и он тоже к нему туда заходил, притулялся к нему, и они там вдвоем дрыхли. Вот, Радостея, Раша, все видела, но чтоб домашний воробей, да еще и усыновленный котом, и Алла Демина. Мой на голубей охотится через окно, я видела все. Самое интересное, я вам хочу сказать, что наш кот канарейки, да, канарейки, он тоже неравнодушен, он на нее смотрит, как на добычу. И он бывает даже, вот как клетка стоит здесь, вот на ночь мы заносим, и он подходит и лапой пытается там что-то, канарейку достать. Он на нее смотрит, как на добычу, но именно на воробья он, я не знаю, как он на него смотрит, но он просто воспринимает, как... Зависает, да, трансляция. Как своего друга, или как такого же полноценного жителя. Мне кажется, одноклассники зависают конкретно. Не знаю, вроде бы вот на это, вроде идет. Я смотрю, движется один. Ребят, зависает сильно трансляция? Я вроде не замечаю. Что, ну, шмюна, на, на. Разошлись, разошлись по углам. Вот, смотри. Один пошел в одну сторону. Как же этот же, куда ж он пошел? Не, может не зависовать нормально. Не, нормально. А у меня что-то на ноутбуке виснет. Да то, может, ноутбук тормозит. Не, может. Да все равно давай уже закругляться, наверное, потихоньку, а то ты... Пошел, пошел, пошел наш, наша обложка гулять по хате. Всех загрузила уже. Сейчас, сейчас Джек, уже так как он, парень, взрослеет. У него хвост даже, раньше он вообще такой прикольный был, хвост не рос. Раз, одно перо вытыкнется, пум, отпало, второе вытыкается, пум, отпало. А сейчас, слава богу, хоть хвост вырос. И он такой кругленький скакал, такой интересный был. А сейчас он уже подрастает, и он начинает уже самостоятельно гулять. Уже он кот котом, от кота он не отходит, он все равно к нему тулится. Но он начинает уже от него как бы самостоятельные прогулки. То он раньше просто по пятам за котом. Вот так только его достанешь. Ага, он сразу раз по комнате, где кот, шмых, он уже возле кота. А сейчас он уже, вот видите, уже временами забывает. У нас время уже полдесятого. Аж полдесятого. Ну, не аж полдесятого, а много уже. Продолжение следует...